Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Актуальность марксистского учения о передовой роли рабочего класса и задачи современных коммунистов». Ведет занятие первый секретарь ЦК РКРП Сюркин Виктор Аркадьевич. Пожалуйста. Напоминаю, вопросы письменной формы, запись на выступление, также письменной формы. Листочки. Так, всем добрый день. Умеет наш ректор подбирать нам темы и подбрасывать такие всеобъемлющие, всеобъемлющие. Ну, во-первых, нас с вами не так-то просто запугать. Во-вторых, так или иначе, мы этого вопроса ведь касаемся на каждой лекции. Вот так вот. Конечно, что? Значит, актуально, что надо делать. Тем более, что, напоминаю, значит, на предыдущей лекции, вот, которую мы вместе с вами проводили в феврале этого года, мы рассматривали вопрос, значит, современный рабочий класс и его место в системе общественного производства и в политической борьбе. То есть, вот мы на той лекции, напоминаю, с вами, наверное, на первую половину вопроса во многом, не во всем, конечно, но во многом уже ответили или, по крайней мере, подошли к ответам или поставили те вопросы, которые, вот, значит, понятны и требуют решения по этим делам. В этой связи, значит, рекомендую, та наша беседа, лекция, она издана в виде конспекта лекции, вот, в журнале наших товарищей, да, марксизм и современность, значит, номер 55-56 за этот год, значит, для удобства, для удобства изучения материала, потому что не только же мы здесь учимся и так далее, значит, очень полезно, значит, иметь, приобрести, тем более, что там есть материалы и по другим темам, которые тоже находятся у нас в плане учебных. В том числе, статья Михаила Васильевича Попова и Ебровой, две разные статьи, но по основополагающей работе, значит, империализм как высшая стадия, вы знаете, это дело, значит, работа аналитические по, значит, препарированию оппортунизма в мировом масштабе в КПРФ, в частности, видных там ученых, цветков, сопрыки на другие, поэтому рекомендую пользоваться этим делом. Ну, а теперь мы двинемся дальше в наших рассуждениях. Так, значит, вы помните, вот первая лекция у нас, первая лекция этого учебного года, которую читал Михаил Васильевич, значит, она и начиналась с вопроса, в каком мире мы живем? В каком мире мы живем? В ужасном. Вот, уже начался сразу материалист, это правильно, но прежде всего мы живем в материальном мире, правильно? Вот это у нас аксиома, значит, насчет буржуазного найдутся возражатели, которые скажут, слушай, мы же в прошлый раз доказали, что мы уже живем в эпохе перехода от буржуазного, так сказать, к социалистическому, в эпохе социалистических революций, приводились примеры, хотя мы спорили, там, все ли так, туда ли так. А вот то, что мы живем в материальном мире, мы, значит, ну, как коммунисты, как материалисты такие кондовые, воспринимаем как, значит, данность, как аксиому, и от этого отталкиваемся. Ну, раз мы живем в материальном мире, то мы, значит, понимаем, что и на прошлой лекции мы вот это с вами, значит, подчеркивали, сегодня мы просто некоторые основные моменты, ну, полезно вспомнить, что в фундаменте человеческого общества лежит материальное производство, что прежде чем заниматься идеями и политпросвещением, человек должен пить, есть, одеваться, обуваться, жилье иметь, так, ну и прочее, прочее. Значит, при этом, при этом, опять же, значит, это в нашей теории изложено, и мы, значит, это дело с вами в стройной системе такое излагали, с момента первобытно-общинного еще производства, так, производство всегда имело общественный характер, а дальше уровень развития производительных сил определяет, значит, производственные отношения, определяет, значит, размеры, способ и прочего распределения произведенных благ в обществе, так и определяет в конечном счете структуру, социальную структуру общества. Этот закон открыт Марксом и Энгельсом, именно в предисловии к нашему букварю, к мунифесту коммунистической партии, там подчеркнуто, что это наше главное открытие, главное открытие, значит, которым мы гордимся. И вот из этого букваря, из того рассмотрения, которое мы уже провели, вытекает целый ряд таких положений, которые мы часто используем в виде готовых форм. Что вся история после этого, да, есть история борьбы классов, так, и, соответственно, там же мы увидели, что рабочий класс – это самый передовой и самореволюционный. При этом, значит, когда мы, значит, гоняли эти аргументы и отвечали на вопрос, а почему он самый передовой? Ну, почему? Он самый сознательный или, там, просто жизнь у него самая тяжелая, поэтому он и передовой, там, терять ему нечего и так далее, и тому подобное. Значит, вместе мы подошли к ответу, ну, не мы подошли, мы у классиков взяли, конечно, этот ответ, что передовой рабочий класс в силу своего положения в системе общественного производства, да, значит, это класс эксплуатируемый, и находится он в таком положении, что вот себя освободить от эксплуатации он может только вместе с тем, что сбросить этой эксплуатации со всех других наемных, эксплуатируемых, трудящихся слоев общества и прочего. Именно поэтому он, значит, передовой, и так мы его рассматриваем и сегодня. Значит, определение самое емкое, которым мы с вами чаще всего пользуемся, классов вообще и рабочего класса, который нас больше всех интересует, дано Владимиру Вилечом в работе... Какой? Великий починь. Райана, ректор у нас, нет, откуда-нибудь, так, Великий починь. И поэтому я рекомендую всегда, вот когда заходят вопросы или дискуссии где-нибудь о том, там, сегодня там есть рабочий класс или нет, или мелкогружазные слои, самостоятельные классы или самостоятельные, или там про интеллигенты, всегда отталкиваются от определения классов Ленинского, да, что это большие группы людей, значит, которые различаются и определяются по месту, которое они занимают в исторически сложившемся системе производства, так, значит, по отношению большей части закрепленные законами к средствам производства, по доле и способу получения размера того богатства, того общественного продукта, который они производят. И классовая структура, это такая структура, в которой один класс имеет возможность за счет, так называемых, отношений собственности эксплуатировать другой класс и жить за счет его труда. Вот рабочий класс, значит, на прошлой лекции мы с вами, значит, все это проходили, подчеркнули, и говорим, что он, значит, занимается производством, непосредственным производством материальных благ, соединяет предметы туда с орудиями производства, отношений к собственности он не имеет, так, значит, способ его существования и получения размера общего дохода, это продажа собственной рабочей силы, и класс это эксплуатируемый. Вот, так сказать, здесь нам все понятно и, значит, все умеем мы объяснять уже и другим, так сказать, людям. При этом, значит, напоминаю, вот такой интересный вопрос был, в прошлый раз мы начинали с того, что вот это все вроде бы понятно, и то, что многие уже проходили, кто в вузе, кто в школе, кто самостоятельно читал, оно все одно нашими же товарищами некоторыми, причем хорошими товарищами, время от времени подвергается, ну, как бы, сомнению, причем часто сомнению под видом некого развития, что вот, слушай, прогресс-то научно-технический идет, производительные силы развиваются, поэтому уже сегодня рабочего класса того, о котором там в начале 20-го века говорил Владимир Ильич, уже его не увидишь, сегодня уже, так сказать, выходит на первый, значит, фронт борьбы, так там, компьютерный пролетариат, ректориат и другие термины используются, что уже, значит, к совокупному, не к совокупному, там, к пролетариату уже относятся работники умства труда и пошли-поехали, с одной стороны. С другой стороны, были, ну, такие, примитивные попытки в этом споре решить вопрос голосования. Ну, проголосуем сейчас, вот, оператор РВМ, он рабочий или не рабочий? Значит, мы с вами тогда, опять же, отталкиваясь вот от ленинского определения, очень правильно и доступно показали, что, конечно, характер труда меняется, меняется, ну, в политэкономическом смысле, вот, один экскаватор знаменяет тысячу земляков, так, и сидит в кабине сегодня, значит, парень в галстуке, в белой рубашке и нажимает, так сказать, сенсорные кнопки, управляет компьютерной системой и прочего. Но в политэкономическом смысле это тот же самый пролетарь. Вот по всем этим, значит, признакам и характеристикам, которые мы с вами только что вспомнили и назвали. Место, способ получения, отношение к собственности, ну, и так далее, и тому подобное. Значит, поэтому, 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 вот, напомнив все это, я хотел бы сказать, что и по той вот продолжающейся теме, которую мы сегодня должны дальше развить и рассмотреть, а именно актуальность учения и чего делать, тоже поступают вопросы, причем иногда очень неожиданной, понимаешь, с такой стороны. Ну, например, значит, это я про неожиданной. Ожидаемые или известные это, это типа правого уклона. Только на голосовании, только, так сказать, на родовластие, методом, значит, честных выборов, борьбы за них и правительство народного доверия. Это здесь все понятно нам, так? А неожиданно это, вот, хорошие, честные люди, я думаю, что во все организации приходят, и к нам в том числе, приходят и говорят, слушай, ну, ведь Советский Союз развалили-то ведь незаконно, и социализм, де юра же он существует, они же нарушили все законы, эта Конституция 93-го года незаконна, ну, незаконна, нелегитимна, поэтому, а дальше идут производные, одни говорят, причем приносят, приносят пачки бумаг, исковые заявления в суды, в Верховные, в Конституционные, в прокуратуру, в Европейские, и вот, искренне надеются, что с помощью этого можно как-то еще, есть другой уклон, в этой же ветке, так, образуется некий орган, ну, например, у Малатова у нас председатель постоянно действующего президиума Съезда народных депутатов СССР, а есть еще аналогичный, общественный, там, Съезд граждан СССР, или Верховный Совет СССР, которые серьезными лицами пишут декреты, так сказать, их рассылают, кое-где грозят ответственностью, значит, этим самым, чиновникам действующим, чтобы мы, так сказать, статья такая-то УК РСФСР, она вас призовет, и вы торшите где-то чего-то, потому что де юра, ну, и так далее, и тому подобное. Вот, понимаете, это тоже, ну, с одной стороны, можно было бы посмеяться, когда бы не было грустновато, потому что много хороших людей, значит, клюют на это дело, потому что здесь играют роль такие элементы психологии, понимаете, когда люди хотят верить, хотя, с другой стороны, вот, ну, опять же, тем, кто занимается, изучает, а кто материалист, значит, ну, без улыбки такого слушать нельзя, потому что, что, значит, де юра? Право – это воля правящего класса, который возвели в закон, да? На чьей стороне силы, тот и диктует, и поэтому о чем речь-то? Только соотношение сил может что-то решить, и не организовав вот эту борьбу, перевес, давление вот этих сил, надеяться на какие-то, ну, более-менее успешные побочные результаты, промежуточные результаты, не говоря уже о коренных, так, наверное, не приходится. Поэтому, вот, после такого вступления перед нами встает вопрос, значит, что, ну, с теоретической точки зрения понятно, что, конечно, наша теория полностью, так сказать, предвидела и полностью описывает то, что сейчас происходит в империалистической системе. Понятно, что в теоретическом плане задача, она, опять же, вытекает еще из буквы «организация пролетариата в класс», причем в класс не в себе, а в класс для себя, чтобы он осознавал, действовал, мог что-то достигать и так далее. Дальше вопрос, который всех нас мучает, а как это сделать, а почему не получается? И вроде мы ведь из года в год и столько сил, и уже с 91-го года прошло четверть века с лишним, а вот одно время нам казалось, что это вполне возможно быстро остановить, так сказать, капитализацию, значит, не допустить в России. Мы это прописывали в первых своих документах, программах, на первых съездах, которые проводили сначала инициативные, потом учредительные, так и тому подобное. Значит, вот что бы надо ответить по этому вопросу, и как бы я предложил рассмотреть этот вопрос. Отталкиваемся от того, что в широком смысле классовая борьба имеет основные составляющие, известные нам теоретическая борьба, экономическая и политическая составляющие. Вот первое, что напрашивается, и на что хотел бы обратить внимание и посоветовать, это, значит, в теоретической борьбе, значит, для себя отложить то, что уже сделано, то, что делается нами вместе, то, что сделано в последнее время. Прежде всего, на ум напрашивается, значит, надо разобрать те ошибки, которые были допущены. Тем более, в 100-летие Октябрьской революции. Юбилей, замечательный юбилей. А лучший способ отметить юбилей, как подчеркивал Владимир Ильич, это сосредоточиться на нерешенных задачах. Вот, выдумано это было проделано коллективными усилиями в августе этого года. В Ленинграде была проведена международная научно-практическая конференция «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции и задачи коммунистов». Значит, в конечном итоге была принята декларация «Октябрь 100». Она роздана, вот на руках, когда спрашивали, это ваше, это ваше. Это уже не наше, это уже общее. Эту декларацию подписали 40 партий. 40 партий, причем не просто кто хотел. Наоборот, приглашались на конференции только те партии, которые, значит, друг друга знают, а которые друг другом признаются как марксистко-ленинские, которые стоят на позициях ортоненциального, так сказать, марксизма. Вот и здесь присутствующих участвовал РКРП, в том числе как организующая сила рабочая партия России и рабочая партия Финляндия. Значит, где-то у нас был товарищ Ларий Юрьевич, имейте в виду и знаете, тоже приятно. Значит, декларации роздана. Материалы конференции опубликованы в интернете, в том числе на сайте РКРП, на сайте Солиднет. Значит, тот доклад, который делала наша партия, российская коммунистическая рабочая, издан такой брошюры, которую можно, значит, приобрести на русском, на английских языках. Декларация переведена уже на французский, значит, английский, арабский языки. Так, я бы хотел, значит, ну, как бы без особого хвостоства, но я думаю, будет это справедливо, значит, сказать, что это не просто документы, не просто декларации, вот, в общем, собрались, договорились. Это результат большой работы, предыдущей, в том числе, я бы сказал, за четверть века, которые проводили партии во всем мире. И оно понятно, да? Ну, если первая сторона социализма вдруг оступилась и откатилась назад, в чем дело, как, чего? И вот эта теоретическая работа в тех партиях, которые подписали эту декларацию, а их 40 на сегодняшний момент, вообще-то больше, которые некоторые просятся, а мы их еще, так сказать, к этому процессу не допустили, значит, у них уже есть, ну, определенное общее понимание. А после этого это уже общее оружие для теоретической борьбы, потому что теоретическая борьба, она ни на минуту не затухает, она продолжается, она идет, так? Это оружие, которое будет применено нами буквально через пару недель, когда здесь, в Ленинграде, 2-го, 3-го ноября, на встрече с Олиднец съедутся более 90 партий, 90 партий, которые будут друг с другом тоже делиться соображениями о столетии, о, так сказать, итогах и прочее. И если нам, вот с Иваном Михайловичем не хватало там по 15 минут выступить, чтобы, значит, доказать в августе месяце свои мысли и поделиться, то в этот раз выделяют по 5 минут. И будет там только в основном слава октябрю, Ленин, конечно, гениальный, так сказать, и прочее, прочее. И очень большая наша задача вот там свою позицию изложить, засветить, значит, объяснить, так? А есть с чем и почему. Потому что именно вот в этой декларации мы в сжатом виде постарались, выражаясь языком Владимира Ильича Ленина, извлечь уроки из пройденного пути в узком смысле. То есть выявить общие закономерности. Общие закономерности, которые или обязательны, или, ну, должны быть учитываемы в практике других коммунистических партий, рабочих отрядов в этой борьбе. Так, причем это имеется в виду уроки и положительные, потому что надо на положительном опыте строить, смотреть и как чего, и уроки ошибок, чтобы не наступать на те же грабли, чтобы второй там раз, пойдя по этому пути, а кто-то впервые, чтобы они знали, что ждет опасного, а как можно это дело разрешить, обойти или еще чего-то. Вот из рассмотрения нашей вот этой конференции, сейчас не углубляясь, так сказать, в отдельные там детали чего-то, значит, я бы хотел сказать, что особое внимание было уделено и подчеркнуто вот таким именно уроком в узком смысле, этим закономерностям, следующее. Ну, во-первых, то, что субъективный фактор должна быть передовая партия, пролетарская с передовой теорией, так, и что большевики победили не потому, что они всех объединили тут до кучи, много впереда, потому что они до того в политическом, в теоретическом плане, в организационном разбили меньшевизм, так, оппортунистов, и после этого двинулись. Значит, дальше лимитов революции ни история не признает, ни, значит, мы, как коммунисты, и особое внимание, значит, в декларации и в докладах было посвящено вопросу, значит, главному в марксизме, значит, необходимости диктатуры пролетариата и форм, в которых, значит, это может быть реализовано. Ну, а для нас, значит, и в декларации мы это успешно провели, согласовав с товарищами, мы говорим, что наиболее адекватная, наиболее устойчивая форма, значит, реализации диктатуры пролетариата это советы, так, значит, в том числе подчеркнуто, почему так, потому что советы опираются на объективную организованность людей в процессе труда, и что этот вопрос надо изучать. Кстати, сразу после конференции, вот этой общей, теоретической, большой, специальную конференцию по вопросу организации советов была организована рабочей партией, которая была проведена, и уже брошюра выпущена по этому вопросу, это, опять же, наш большой вклад в теоретическую работу, потому что, вот честное слово, даже не все партии, которые подписали нашу декларацию, по большому счету, понимают и принимают, что такое советская власть, как она организуется, и как оно, так сказать, действует изнутри, в том числе, когда мы говорим о том, что советы важны еще и на этапе подхода к взятию власти, к организации вот этой самой борьбы, борьбы, революции и прочее, прочее. Значит, одновременно рассмотрены и другие, конечно, вопросы теоретические там, и вот это, когда мы говорим, что мы должны делать, мы вот эту теоретическую борьбу и работу должны продолжать вести, усиливать в самых разных формах, особенно, особенно, ну, наверное, и важно и наглядно, это всегда было и будет по главному вопросу диктатуры пролетариата, потому что, если необходимость диктатуры пролетариата на этапе свершения социалистической революции, сразу после нее, на вот этом переходном периоде от, значит, капитализма к социализму признают все, ну, многие, по крайней мере, не все, конечно, я загнул, значит, евро-левые не признают, там, отрицают, а я имею в виду даже оппортунисты и ревизионисты, Хрущев признает, Зюганов признает, да, они на словах, или как Ленин говорил, на губах признают, на губах признают, на самом деле, конечно, не очень, но они доходят до такого этапа, а что потом, да, дальше-то, вот когда вроде как социализм утвердился, дальше уже диктатуры пролетариата и не обязательно, чтобы она была, это тут по-другому будем решать вопрос. Как он решался, это мы, так сказать, с вами не раз разбирались здесь, вспоминая Хрущева, 20-й съезд, изменения в программах партии, отказ от диктатуры, общенародное государство, и пошли, поехали, так вот этот вопрос, значит, тоже нашел отражение в декларации, и мы в теоретическом плане, конечно, должны этот вопрос и развивать, и объяснять другим, и пропагандировать, и вести дальше, потому что и история показала, и мы теперь убеждены в том, что диктатура пролетариата необходима на всем этапе работы, вплоть до построения бесклассового общества, то есть, то полного коммунизма по всем этим делам. Таким же теоретическим вопросам, которые и в декларации отражены, и которые, значит, сегодня разделяют во многом те партии, которые называются коммунистическими, значит, относятся к вопросу так называемого рынка, рыночного социализма, значит, экономических реформ, тех, которые были в Советском Союзе, и те, которые сегодня, которые сегодня проводятся, значит, в мире, в том числе социализм, 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 буквально пару дней назад был пленом, пленом Центрального комитета Компартии Вьетнама, который у себя подчеркнул, что да, и мы продолжим курс разгосударствления, экономики и так далее, с упором на том, что это для повышения эффективности работы наших производительных сил и фондов, не знаю, может быть, только в нашей прессе не очень, так сказать, отразили, но при этом они не были снабжены словами, что мы понимаем опасность вот этого пути, опасность допуска в экономику капиталистических элементов и прочее, и прочее. Второе направление, если еще одно направление теоретической борьбы, которая на сегодняшний день является чрезвычайно важным, является борьба с ревенеазионизмом и оппортунизмом, причем эта борьба чрезвычайно важное значение имеет в международном плане, потому что сегодня, значит, ревенеазионизм и оппортунизм, вот они из тех уклонов, которые как бы естественно существовали в коммунистическом движении, превратились в управляемое оружие империализма. Прежде всего, таким наиболее ярким примером этому делу является существование Евролевой партии, ну и, соответственно, целого отряда входящих в него национальных партий, в том числе с названием коммунистические, которые подчиняются законам Евросоюза, действуют по законам Евросоюза, финансируются из бюджета Евросоюза. Практически все они в разной степени, но связаны общими тезисами о том, что диктатура пролетариата не признается, значит, и даже отрицается. И дальше они пошли в уравнивании, в оценках своих политических, как одинаково якобы тоталитарных режимов советского сталинизма и фашистской Германии, которые есть. Вот откуда эти ноги растут, к чему они ведут. То есть практически, конечно, это уже даже не правый уклон какого-то левого течения, это уже открытый переход на позиции буржуазии, значит, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но при этом, значит, но при этом, очень важно отметить, что борьба с оппортунизмом, она ведь не сводится к борьбе, значит, с КБРФ или к борьбе, там, с коммунистами России или с евролевыми партиями, которых я сейчас назвал опухоль. Потому что прежде всего борьба с оппортунизмом – это борьба внутри своей партии. И не обязательно мы должны называть конкретного носителя, что вот там товарищ Тюлькин вправо уклоняется где-то чего-то, и вот он оппортунист или что-то. Нет, не в этом дело. Дело в том, что в каждой голове, и даже у товарища Герасимова, даже у него в самом углу, тоже может быть это дело. Ведь Ленин давал определение оппортунизму, что не надо считать это просто, так сказать, употреблять как какое-то ругательное слово. В том-то и сложность явления, что оппортунист, он не покидает своей партии, он не предает ее. Он сам из сил, может быть, выбиваться день и ночь, так трудиться на это дело, но вся его беда в том, что он жертвует коренными интересами движения в воду семинутной, податлив. Вот он, так сказать, его сегодня уговаривают, он вроде так действительно придется это делать. Вот я уже приводил такой пример. Егор Кузьмич Лягачев. Я его, ну, неплохо знаю, неплохо. И внутренне это абсолютно честный человек, как ремень, понимаешь? Вот этот самый. Вот ему, если сказать вообще, жизнь надо отдать за это, отдаст, вот отдаст, где-то отдаст. Но при этом, при этом, со своей твердолобостью вообще такое, очень большой и так далее. Вот как действует это дело? Все кругом толдычат. Рынок, 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 рынок. Иноудина, ноу, рыночный социализм, рыночные отношения, повышение эффективности для этого. Рынок, и вот он выходит на самую трибуну, и, ну, товарищи, все за рынок, я тоже за рынок, но только за социалистический, я настаиваю. И не допущу, чтобы он был другим, понимаешь? Вот это, значит, теоретическая некоторая дремучесть, исследование моде, она уводит людей, значит, в такие эти самые дела. Или скоро мы будем снова встречаться, вот, 7 ноября, и теоретически, и на митингах, один из деятелей КПРФ, видный, Юрий Павлович Белов, да? Знаете, если бы измерить, сколько он написал всяких этих самых статей, книг, там, брошюр, большие тома получится, так сказать. Но, вот, 28-й съезд партии, ленинградская делегация, там 140 делегатов сидит, совещается перед голосованием на пост генерального секретаря. Тайно голосовали там. И вот, ну, мы проводим линию, что ни в коем случае мы не должны поддерживать, потому что дело не в Горбачеве, а в курсе, да? В курсе, который проводит на рынок, там. Юрий Павлович Белов встает с выражением, как он умеет. Горбачев, конечно, плох. Плох. Мы это признаем. Но! Он президент. И, если не он, то кто защитит партию в этих условиях? Мы вынуждены голосовать за него завтра. Это наш долг перед движением. Вот. Видишь? Плох. Но для того, чтобы сегодня выжить, чтобы как-то попробовать, так сказать, проскочить и прочее, и прочее, хотя были варианты в оппозицию идти, в конце концов, да? Ну, сохранить и честь, и теоретические основы, и прочее, и прочее по этим делам. Значит, поэтому борьба с оппортунизмом, это, конечно, дело партии, которая называется коммунистической, прежде всего, внутренней. Значит, и она должна вестись постоянно, значит, методически, и прочее, и прочее. Отдельно стоит, наверное, задача, и она одна из важнейших, это просвещение. Это то, чем мы занимаемся, значит, проводя вот эти занятия, лекции, выпуская газеты, значит, организуя сайты, лекции, видео, прочее, прочее. Вот нам, значит, доложили на прошлых занятиях, что в Красный университет более 400, слушаем, вот, уже 500, уже записала. Не факт, что все дойдут, конечно, до конца, но сама тенденция важна. Вот, чекот. Это, с одной стороны, влияние ситуации, когда люди тянутся, и ищут, значит, есть востребованность, а вот эту востребованность должны удовлетворить вот кто? Коммунисты, прежде всего, и те, которые обладают соответствующими знаниями, и прочее, и прочее. Вторая составляющая, значит, классовой борьбы, понятно, что они действуют не разродненно, а в переплетении, во взаимосвязи, и прочее, прочее. Значит, экономическая борьба, это чрезвычайно важный фактор, потому что он организует, прежде всего, людей, значит, а когда люди организованы, значит, туда легче вносить сознание, соответственно, социалистическое, сознание борьбы за коренные интересы, за эти цели, и так далее. Значит, я думаю, что сегодня мы, ну вот, должны признать, что именно на этом направлении мы меньше всего продвинулись, а может быть, даже во многом откатились назад. По сравнению с тем, что было в лучшие годы в течение вот этих 25 лет подъемов. Есть это мои объективные основания, прежде всего, это в том, что очень умело Буржазия оперирует такой величиной, как ФНПР. Практически ФНПР это встроенная в систему организация. Значит, она встроена в систему не только через, там, скажем, господина Исаева, который, значит, второе лицо после Шмакова в этой федерации, а может быть, и первое, это даже правильнее сказать. Ну, и потому они уже имеют договор с единой Россией о взаимовыручке, помощи и прочее, прочее. Мы уже практически не помним каких-то выступлений, маршей, которые ФНПР организовывало, как, например, там, в 97-м году, помнишь, по Невскому ходили, в 98-м, я помню, идем мы там, подходим к гостиному двору, у меня еще же отец был жив, с внучкой, прибегает, тоже в колонну встают, я говорю, а вы чего тут пришли? А нам, говорит, бабка тоже денег не дает, мы решили ставим. Так это, ну, это для шутки. Но я к тому, что были мероприятия, которые они организовывали и проводили, сегодня никто уже не помнит, не видит, где. 1 мая 10 минут митинга, дальше артисты вышли на сцену, там гуляют, все уже разошлись, теперь как-то. Значит, к сожалению, к сожалению, целый ряд тех профсоюзов, скажем так, ну, боевых или буйных, которые, значит, являлись запевалами, которые являли очаги сопротивления в 90-е годы, может быть, даже в начале 2000-х, имеется в виду блокеры, значит, ави-диспетчеры, автомобилестроения, там, Форд, Вольксваген, ложки и так далее. Большинство из них тоже, так сказать, активность сбавили, сил потеряли, и как-то где. Наверное, не очень благоприятна, благовидную, что ли, роль в этом процессе сыграла, значит, внушавшая некоторым надежды конфедерация труда России. Значит, насколько я помню, ее председатель или президент, он входит в президентский совет, так, значит, с одной стороны, они, значит, временами по отдельным экономическим вопросам вроде бы показывают зубы, но по большому счету, и прежде всего в политическом смысле, они конструктивно сотрудничают с режимом, ведут в эту сторону. Ну и уже не обижаясь на тех, кто это делает, а посмотрев на себя, надо сказать, что, значит, нам не удалось развить, укрепить, а где-то даже мы отдаем позиции, это с теми профсоюзами, которые образовывались уже как классовые профсоюзы, имеется в виду профсоюз защита, с нашей попыткой организовать федерацию профсоюзов России, причем с красным флагом, с красным знаменем, так, значит, и думается, что если мы не сумеем вот на этом участке, значит, ситуацию переломить, а чтобы ее переломить надо не только желание, надо, чтобы наши люди туда шли, чтобы они туда шли, надо этих людей иметь, а для этого надо, чтобы были над ценой и так далее и поехали, так, по крайней мере РКРП вот это признает, и у нас и в решениях съезда, и в планах рабочей комиссии эта позиция стоит, что наша задача, значит, постараться эту ситуацию вытянуть, составить план для того, чтобы перейти из отступления, значит, к какому-то, значит, развитию и укреплению наступлению. несколько слов вот о политической, так сказать, составляющей борьбы, она, значит, ее, конечно, трудно огородить колышками, сказать, что вот это политическая, а там, а до сих пор она не политическая или еще какая-то, но, значит, очень важно, значит, здесь понимать, что это как раз та поляна, которую нельзя отдавать и тот вид борьбы на откуп буржуазии и на откуп оппортунистов, потому что их тактика и стратегия, она известна, кто номер один коммунист в России, телевизор включи и сейчас там показывают в Сочи, выступает на там перед всей молодежью главный коммунист или где-то, а на самом деле те, у кого лимит на революции исчерпан, значит, классовая борьба это, так сказать, она сводится к выборам, а выборы к борьбе за честным выбором, а как морковка впереди в результате честных выборов может быть правительство народного доверия и так далее и круг замыкается, дальше никуда не пойдешь. Значит, очень показателен сейчас пример фестиваля, который проходит в Сочи. Федерация, Всемирная Федерация Демократической Молодежи проводит фестиваль молодежи и студентов. Значит, уже 19-й фестиваль, фестивальному движению уже 50 лет и эти фестивали зародились как левые, как фестивали антиимпериалистические, как фестивали после победы Советского Союза и союзников, скажем, во Второй мировой войне, после разгрома фашизма, этот идет подъем левого движения и фестивали все носят ярко выраженный политический, социалистический, антиимпериалистический, по крайней мере, характер. В этом году фестиваль проводится в России. Значит, Россия вроде как в столетие октября принимает, но при этом происходит то, о чем предупреждали и наши комсомольцы, и мы с вами здесь обсуждали. Идет переиначивание, перелицовка фестиваля. Путин выступает, я не поленился, записал. Он говорит, что фестивали, понятно, что они родились, когда было две системы, и тогда они носили ярко выжиранный политический характер. Цитирую дальше. На сегодняшний день, мне кажется, нужно просто уйти от этих позиций, от этой политизации. Нужно, чтобы это мероприятие было посвящено просто молодым людям всего мира вне зависимости от их политических взглядов. Ну, если Путин сказал, значит, аппарат выполняет, причем выполняет, руководит комитетом Кириенко, он неплохой организатор, надо сказать, значит, будучи премьером, он вообще гениально провел девальвацию, принял на себя удар, шел дальше и прочее. Поэтому эта деполитизация проводится таким методом, что все это руководство Демократической Федерации отодвинуто, площадки, где, значит, более-менее левые эти самые мероприятия запланированы, выделены, самые маленькие в дальних углах на третий план, все остальное проводится широко, с размахом, масштабом, с приглашением, в том числе правых партий, жириновцы, присутствуют, там справедливая Россия вообще за левых считается. Более того, пригласили правые партии молодежь из Ликут, это, ну, сионистская организация Израиля, правая партия. Целый ряд арабских делегаций устроили протест по этому форму, по поводу, в том числе имели стычку с полицией, у нас левая, так сказать, направленность антиимпериалистической фестивали. Сотни делегатов не допущены к участию. Вот наш комсомол, они всего-то там 15 человек по квоте там делегации плюс два, значит, сначала пропустили только пять. По остальным ФСО дает, вот ФСО отвод. Товарищ там Батов, у вас 10 суток есть, вы сидели за нарушение правил на митинге, все, не пускают на фестиваль. Членская организация федерации не пускать, ну, потом по капле допускали, допускали, вчера доложили, всех пропустили, сегодня с утра доложили, снова не всех, уже одного исключили, Батова снова забор прикинули, поздравили. Все, пришел с карточкой, нет, ваша аккредитация снята. Интересен момент, вот посмотрите, это еще раз показывает, как идет соизощренная борьба, да, и насколько эта борьба не только как бы политическая, там, административная, но и психологическая. выдержка из кодекса российского участника фестиваля, цитирую, для нас гармония означает единение с самими собой и всем окружающим миром. Мы бережно относимся как к природной среде, так и серьезно озабочены вопросами экологии, ведь для нас человек и природа неразрывное целое. В нас пробуждается искренний интерес к другим культурам и языкам. Нам важно и интересно понять весь мир как нечто неделимое, в котором, внимание, нет лишнего, а есть только разные. Оказывается, паразиты это не лишние эксплуататоры, это не лишние агрессоры, это не лишние про фашистские и вполне фашистские, это просто разное, ну разное, ну есть такие, приехали, куда-то, вот оно, понимаешь, это, конечно, а в принципе это борьба, конечно, поэтому, и на этом самом фестивале, я двигаюсь, сейчас, через две минуточки, перейдем, и на этом фестивале вот эта политическая борьба, она идет, и мы вообще много имеем там претензий к своей молодежи, но то, что они явились одной из всего организации, которая об этом предупреждала, которая против этого стоит, последовательно до конца, это большая заслуга, и после этого фестиваля, я так думаю, что в этой федерации демократической молодежи будет стоять вопрос, вот какие сделать выводы, то ли смириться, подчиниться и дальше катиться по этим рельсам конформизма и сотрудничества за деньги, то ли полеветь и, так сказать, кому-то по шапке дать и как-то развернуться по всем этим делам. Значит, есть в этом перечне форм и методов борьбы различные выборные кампании, которые обычно вызывают много споров, в том числе в нашей среде, потому что выбор это такой эмоциональный такой участок, на котором даже Ленин совершал ошибки. Помните выборы во вторую думу, когда Владимир Алисович агитировал и говорил, да какая это дума, никакой это непредставительный орган, это обман, это издевательство, это плевок в лицо. Слова-то были, он умел, так сказать, любо-дорого посмотреть, а потом писал вообще-то мы в этом плане ошиблись тогда, надо было или чего-то. Это я к тому, чтобы лишние, так сказать, нам тут копиями не ломать, просто участок этот есть, который надо отслеживать и, конечно, который по возможности надо использовать, опять же, для развития собственной борьбы и для шагов вперед. А для этого, кстати, или в том числе одной из целей, для чего создавался в своем блок Ротфронт, который имеет регистрацию и может позволять осуществлять соответствующие маневры и прочее. Ну, и заключение, хотел еще один такой живой пример привести. Вчера, что ли, или позавчера разнеслась весть, что в президенты собралась во, есть люди, которые отслеживают события, да, но я не об этом, то, что она собралась, как собралась, так это самое. Интересно другое, интересно, что они, я имею в виду политтехнологи и пропагандисты, которые это дело проводят, сразу же подкрепили это дело тезисом, а вот она будет олицетворять протестное голосование. Голосовать за Ксюшу, это значит голосовать против всех. Вот эта графа же она была в свое время, ее убрали из это самое, из закона, из бюллетеней. Вот вам возможность показать настоящий протестный характер и высказать, что думаем. Вот что я должен по иному поводу сказать, это мне несколько ближе, потому что я, будучи депутатом Госдумы, два раза там их всех пытал и по этому закону внося поправки или внося предложения. Так, вернуть графу, изменить графу. У них ведь аргумент какой? Что если против всех это значит пофигизм развивать, это значит вот это самое аполитичность в таком роде, в котором никуда ничего, тогда внес давайте по-другому, давайте эту графу заменим, напишем, выборы не являются несправедливыми и демократичными, давайте так, не хотят. Но я о чем хочу сказать, что вот эта графа по смыслу, да, по смыслу, по психологическому смыслу, когда против всех она имела в виду и многими понималась как выступление против самой системы, да, но нет там графы, ну его нафиг этот капитализм, я за, но вот против всех которых вы берете, которых вы сами назначаете и главным претендентом, и дублером, и оппозиционером один, и оппозиционером слева, оппозиционером справа и прочее, прочее, вот, и вот чтобы этой возможности, этого протестного голосования лишить, вот это такой психологический прием выводится на арену такая, прошу прощения, значит, девица, которая в глазах многих является олицетворением так самого такого ульгарного, низменного воспитанницы из дома, который, так сказать, по названию почему-то вторым называется, хотя, вот, и тем самым дискредитируется само направление, сама возможность, поэтому это в том числе определенная такая психологическая борьба идет, значит, заканчиваю, заканчиваю, значит, на сегодняшний день можно сказать, что анализ ситуации, он показывает, что империализм, конечно, требует смещения и смены, во-первых, потому что очаги напряженности, которые мы видим, и опасность взрыва, она во многих точках уже нагревается до такой степени, что, не дай бог, о том же корейском полуострове, я уж не говорю про то, что идет там на Ближнем Востоке и прочее, а тут это раз. Второе, что, несмотря на все потуги, значит, представить в качестве примера цивилизованные, развитые и прочие страны, элементарные расчеты показывают, что не хватает земных ресурсов для того, чтобы весь мир жил бы так, как цивилизованный, ну не может, физически не получается, мы начали с того, что материален мир, вот он, это второе. Третье, социальное расслоение и противостояние расширяется, расширяется, кризис идет, кто-то там беднеет, в прошлом году на 10% доходы упали в России, ну, в среднем, так, и на 11% число миллионеров и миллиардеров выросло, расширяется и уже официально называется цифра, что там сколько их, 8 богатейших людей планеты или 10 владеют тем, чем владеет остальная половина населения. Поэтому, значит, выхода другого нет, как это будет, сложно сказать, ну, и заключение слова Владимира Ильича, будет революция или не будет, оно зависит не только от нас, но то, что зависит от нас, мы должны сделать, и это дело не пропадет ни при каких обстоятельствах. Хорошо, переходим к вопросу. Вопрос, какую тактическую задачу решает РКРП, выдвигая кандидатом в президенты машинистом мостового крана? Подпись есть, Степан Сергеевич, вообще надо Степан Сергеевич спросить, пусть он объясняет, что мне? Я хочу сказать, во-первых, РКРП не выдвигает. РКРП пока поддержала инициативу Центральный комитет поддержала инициативу Ленинградской организации. Второе, значит, инициатива, она совсем не сводится к лисицине, она говорит, что будет повышенная политическая активность, повышенное внимание. Поэтому есть возможность послать туда, послать туда, в эту компанию представителя рабочего класса, который выскажет, что думает о господах, что он думает, о их политике, и обратиться к собратьям по классу, что, ребята, будем дальше терпеть, или уже пора как-то стрепенуть защититься. Людей, которые, я думаю, думают, что всерьез там, Ротфронт или РКРП надеются заполучить президентский пост, таких нет. Да более того, кто-нибудь из вас сомневается, кого изберут президентом? Нет? Ну, тогда о чем говорить? Значит, дело-то о другом и что-то. Вот о чем. Кстати, интересно, что, поскольку эта информация, ну, она ушла, то уже одним из первых на нее откликнулся Болдырев. Он выступал на Васильевском острове в Конгресс-холле. Ему там наши комсомольцы задали вопрос. А как вы вот относитесь к предложению с рабочего? И тот статьей разразился на треть полосы. И в свободной прессе, и в Советской России, кто читал, да? И да это опять кухарки к управлению государством. Да это, так сказать, деление. Да это противопоставление. Да один физик-ядерщик, значит, в тысячу раз больше делает там, чем еще столько-то рабочих для обороноспособности страны и так далее. Нет, мы, конечно, за, но почему люди, которые недоучились, в том числе многие из-за собственной лени, они не из-за чего-то, почему они, так сказать, вот противопоставляются и будут диктовать свою волю, значит, продвинутым, прогрессивным, от этого, от этого догматизма во многом Советский Союз и разрушился. Вот, ты понимаешь, вот он же не дурак Болдырев, он большая сволочь вообще. Это он в демплатформе был, это они, так сказать, разрушали там КПСС, Союз, это он основывал яблоко, это он был в Совете при Ельцине, там, он просто уводит в сторону, он уводит от смысла, что никто там, наверное, президента не замахивается, а речь-то идет о том, чтобы высказать, в том числе ему, его правительством народного доверия и доверенным лицом призюганами, да, что они думают и прочее. Так, противоречат ли друг другу требования ежегодной индексации зарплаты 6-часового рабочего дня, какое из этих требований наиболее актуально в текущих условиях. Мы уже по этому вопросу много раз спорили, значит, не ничти, мое мнение, что, во-первых, не противоречит, во-вторых, все эти требования, они ведь для развития борьбы, пока у нас нету хорошо организованной борьбы, так сказать, развитой, можно требовать и 6-часового, и 4-часового, и 5-го выходных, там, не об этом речь. Есть возможность поднять, вот сейчас закон лежит, закон в Госдуме, еще лежит во второй редакции, так сказать, требований индексации, они снова его все отодвигают, 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 сейчас заявляют, в президентские выборы в будущем году, в будущем году всем бюджетникам будет индексация, а закон, он противоречит, его туда-сюда, поэтому, выдал. Так что, те требования, которые на сегодняшний день каким-то образом развивают борьбу и двигают ее в сторону, значит, понимания, то, что людям проще понять и двинуться, не годятся требования, пожалуйста. Следующий. Прошу более подробно осветить программу на 2-3 ноября по форуму, где будет, кто будет участвовать, 90-х и так далее. Значит, встреча, это называется встреча солидная, это то регулярная форма, которая объединяет порядка 90 там, с небольшим партией, так и подобное. Формально, неформально, официально встречу всегда организует рабочая группа. В рабочую группу в том числе входит РКРП. Рабочая группа, она состоит там сейчас из 17, по-моему, партий, уже рабочая группа. Значит, она будет проходить в Ленинграде встреча. Значит, приезжают партии, размещаются в гостинице «Астория» и «Москва», двух гостиниц. Работает рабочая группа. 2-го и 3-го числа пленарные заседания. Аж по 5 минут времени. Значит, на последней встрече во Вьетнаме все-таки давали там по 10. Понимаешь? А теперь уже по 5. Потому что не хватает на другие мероприятия. Дальше. Значит, пленарные заседания проходят в Таврическом дворце. В том самом историческом зале, где караул, так сказать, других господов. Значит, наша задача или участвуют там только представители тех партий, которые входят в эту систему солиднед. Из России это РКРП, КПРФ и КПСС. И плюс Зюгановский СКП, КПСС. Вот. Всем этим делам. Значит, есть проект, проект обращения, который я просил тоже раздать, чтобы могли сравнить с декларацией, которую приняли на том совещании, которая была, значит, на конференции, которая была 12 августа. Значит, обращение о том, что мы октябрь поддерживаем, это великое событие, мы за мир, мы за справедливость, мы поддерживаем тех этих. Значит, на полторы странички это обращение, при этом есть задача борьбы за мир, задача борьбы там с агрессорем, но нет задачи борьбы с оппортунизмом у коммунистических партий. Есть упоминание о недопустимости блокады Кубы, там, экономических санкций, но нет упоминаний о Северной Корее, хотя сейчас это самый такой горячий участок, и, как вы знаете, Путин подписал пару дней назад значит, санкции практического свойства против этой страны. Дальше, третьего числа концерт в БКЗ Октябрьский на широкую ногу, дальше перемещение в расширенном составе, потому что присоединяются к партиям Солиднет целый еще ряд, большой ряд партий левого прогрессивного еще какого-то там толка, они перемещаются все в Москву, в Москве Конгресс Холл забыл, как он там называется, собирается, проводит в расширенном составе целый еще это самый форум, как там написано, хотя на весь этот форум отводится 4 часа, я думаю, так это для антуража и для принятия какого-нибудь там заявления или чего-то, значит, ну, праздничные обеды и прочие, где там фуршеты, я опускаю, участие в параде на Красной площади в честь парада 1941 года в честь Теремара-Мара предусмотрено, будет ли мавзолей задрапирован, ну, это можно, значит, это само. И плюс торжественное заседание, праздничный концерт в каком-то там зале, забыл я название, не в Кремлевском дворце, хотя мы пролгали, что будет там. Вот все, чего я по этому поводу знаю, с точки зрения присутствия на этом мероприятии, там, регламент этого не предусматривает, на концерте это возможно. Спасибо. РПР как-то уже? Не понял. РПР, российская партия романтина? Нет. Она не входит в систему солиднета и, насколько я знаю, заявки не подавала. Спасибо. Три выступающие. Гераль, Гераль. Виктор, очередность выступать. А важно это? По мере поступления? Америка вступления. Я вроде первый. Ничего страшного. Мы не повторим записанным. Так, Иван Михайлович, в прошлый раз сейчас записал. Во-первых, я хотел бы товарища Тюлькин немножечко поправить. Он говорит, что по 15 минут нам не хватило на конференции. Грасть ему там товарища Тюлькин до 5 минут. И вторые 5 минут занык. А сам он выступал часа-повтора. Вместе со вступительным словом. Ну, а что делать? Не надо это самое. Правда, не надо говорить. Комерская организация нашим межом. А это мы отвечаем. Отведем. Вот. Значит, это так, так сказать, это меж. А что вы хотели сказать по теме? Конечно, во-первых, спасибо большое Виктору Аркадия Тюлькина. Он большую лекцию подготовил, хорошо ее прочитал. Но вот если коротко, задачи коммунистов, вот очень хорошо сформулировал товарищ Карл Липхен. Он это сформулировал в трех словах. Это штудиром, пропагандиром, организиром. Во-первых, надо учиться. Для чего учиться? А для того, в частности, смотри, пункт 2, пропагандиром. И здесь надо сказать, что многие жаруются, что вот нам к рабочим не попасть, к рабочим не пускают. Но вот надо учиться хотя бы затыкать рот антисоветчикам на работе, где-то в товарищеских вечеринках, даже с родственниками. Надо, так сказать, перебивать, и надо, чтобы вас боялись, и чтобы при вас боялись бы высказывать какие-то антисоветские взгляды, и чтобы люди прислушивались. А для того, чтобы это делать грамотно, смотри, пункт 1. И у меня вот Виктор Аркадьевич жарусь, что не пускают на фестивали туда-сюда, ограничивают. Вот я выскажу такую мысль, и буду рад, если Виктор Аркадьевич в своем слове заключительном ее развеет, что комсомольцам, товарищам, вообще, говоря, сказать там будет особенно нечего. Товарищ Бата в основном занимается борьбой с режимом, а борьба с Путиным, она современным левым и коммунистом, тем, кто ведет реальную борьбу, и Ким Чен Эйну, и венесуэрским руководителям, и кубинским руководителям, она актуальна и сейчас не видится. А другого вот по организации, по советам, по организации рабочего класса, по организации забастовочной борьбы, вот боюсь, тут товарищам особенно сказать нечего. Вот, ну и организирован, это само собой, испокон века задача коммунистов была организация борьбы. Но все здесь зависит от коммунистов. Вот здесь очень интересный такой вот момент есть. Внедавно, в наши уже времена, обрушились перекрытия речного вокзара в Твере. Ну и народ начал копать истоки. И откопал. Газета «Водный транспорт» за 6 марта 1937 года что пишет. «Здание речного вокзара в городе Калинине строится вредительски. Барки на втором этаже уложены толщиной в 20 сантиметров вместо полагающихся 60 сантиметров. Когда горе строителям было указано эти ненормальности, руководитель стройки инженер Петрашей сделал еще хуже. Он распорядился под эти барки подложить доски и заштукатурить их. Таким образом, барка получилась 60 сантиметров, а внутри ее пустота. За это очков террательства виновные не привлечены к суду. 1937 год, между прочим, на дворе. Руководитель Окса, товарищ Ишанин, призяв несколько раз Калинин, нисколько не интересовался качеством стройки. Другой факт, был вырод котрован, работой, против которого обошлись в 45 тысяч рублей, а потом оказалось, что он вовсе не нужен, его пришли засыпать и уплатить за это еще 5 тысяч рублей. На все напрасно укропали 50 тысяч рублей. И на виду с этим, вот уже в течение полутора месяца строители вокзала не получают зарплаты. Это 1937 год. Интересно, от чего им плели в 1937 году? Что банк не перечисляет, что денег нет, что контрагенты не уплачивают? Ну вот кто виноват во всем это безобразие? Это 1937 год, откуда же мы? Кто виноват-то? Хабочие виноваты. Потому что надо быть козьим племенем, чтобы в тот момент, когда государством руководит крупнейший профсоюзный руководитель, подписавший в 1904 году первый в России КОП-договор, и не никаких, чтобы не то, чтобы забастовку объявить, а хотя бы не написать письмо и Сталину, и в прокуратуру, еще куда-то. Вот терпеть полтора месяца, выходить на работу, это нужно обладать очень пониженным чувством социальной ответственности. Иногда говорят, что вот, дескать, как же так, чем больше поработаешь, тем более богаче будет наша Родина. Вот Владимир Николаевич Новиков, зам Устинова, министр обороны, не оборонный, а министр вооружений, министр вооружений, примерно в те же годы был начальником 74-го завода в Ижевске оружейного. И вспоминает такой случай. Дерали новый пулемет УБ Березина, и в связи с этим переходом на новую продукцию упала зарплата у рабочих, и значительно. Ну, он как-то как директор, ну, там у него горова была вот такая, молодой еще совсем вот пацан, ему лет 29, было или 30, он, значит, там как-то это пропустил. И вот он как-то вечером идет по цеху и видит там какая-то такая, как сейчас сказали, бутусовка. Значит, пожиры рабочие, тут же секретарь обкома Челябинского, тут еще, значит, какие-то партийные руководители, он подходит, значит, и, значит, секретарь обком, значит, у пальчик, маика сюда. Вот он подходит, видит, там рабочие, значит, говорят, что что это за хрень вообще, что мы в зарплате-то теряем, переходим на новую продукцию в такое существенное для страны время, когда война на нас у, а зарплату у нас угрезают. Что это такое вообще? Ну вот, и секретарь ему говорит, ты давай, решай вопрос. Ну и вопрос там решили, повысили расценки на период освоения, и все были довольны. А когда, так сказать, это уже мероприятие закончилось, поздним вечером, секретарь обкома Челябинского поблагодарю рабочих за ответственный государственный подход к делу. То есть, это люди с повышенным чувством социальной ответственности. Я к чему это говорю? Я к тому, что не все зависит от коммунистов. И нам надо рабочим разъяснять, что вообще говоря, если они будут лежать на диване и ждать, когда коммунисты к ним придут, и что-то такое придумают, на столе там перед ними спляшут, а что-нибудь весельненькое расскажут, ну ничего не будет. Но для того, чтобы грамотно им это объяснить, опять же, смотри пункт 1 штудыра. Еще, так сказать, полминутки прошу. Монстр в это же время, в этом же месте, спать, иди, да, не в мире с ничего. Значит, это самое. Мы попробуем замахнуться на карра нашего на Маркса, а именно на Капитал. К сожалению, наши монстры Капитала, товарищи Попов, товарищ Горко, они не могут это дело прокурировать, так что придется вниз отдуваться. И мы будем, конечно, не читать его вслух, но и посмотрим, какая форма будет. Я думаю, что основные моменты, конечно, делая основной упор на чтение домашнее, чтение дома, будем разбирать, разбираться в Капитале. Это вот основная книга Маркса, это есть марксизм. Товарищ Захаров. Так, правильно, критиков надо побольше, ой, критиков, классиков надо побольше читать, поменьше почитать. От монополии, как на благо всем народу не сказался. Тут про операцию я никогда не сказал, что бы говорить. Цитат я, по-моему, выписывал, благодаря Виктору Рыкаевичу, много он не разрешил, две недели описал, при условиях полной кооперации, я сказал, мы бы стояли уже давно на социалистической почве. Потом он сказал, мы наделать столько глупых, что я главный этому свидетель. И надо было просто ошибочно. Но, чтобы Ленин это понял, должен был в феврале, в марте случиться кронштадтский мятеж. И вот 10-й с партии быстро, быстро. Туда направил делегатов. Там Дебенко, Корленко, кстати, хорошо. Проверите все это. Мятеж, кстати, обязали. И сэры, меньшевики, меньшевики, это тоже коммунисты. Меньшевики, коммунисты? Меньшевики. Коммунисты. Погодите, потом, говорю. Ну, не понятно, что сейчас. Если вы чушь говорите, как можно не перебить? Это социал-емикраты меньшевики. А никогда себя коммунисты. Тогда все еще. Дай мне говорите, а потом кто-то критикуешь. Не могу просто чушь слышать. А сейчас чушь потом поговоришь. Кстати, вывод. Куртничество Сталина осужден партией, как явление чуждым, марксизмом, унинизмом. У вас здесь отчеркнут литературу. В собране Ленина написано. Партия решительно осудила и покончила с этим. Да нет, вы пытаетесь возродить. Может, молодые люди не все знают. Вот эти улицы Дебенко, Крыленко, Антона Вовсеенко, Блюхера, Тухачевского. Эти враги народа расстреляли, потом реабилитировали. Кстати, Тухачевского пристрелили, потом немного подумали и жену пристрелили. Вот что-то такое. Однако, в этой газетке вы пишите, что где самый человеческий строй. Он по замысу может быть человечный. А на дерево, а вот это есть диалектика. Хочешь добро, получается наоборот. И цитата и у Энгельса, и у Маркса есть. Там же люди, которых хвалили, что сделал революцию, в другой же не понимают, что они не знали, что делать. Совсем не похоже. Понимаете? Благим намерением вымощен дорогу в ад. Любое добро, абсолютно это и есть диалектика. Абсолютно. Почему капитализм такой живучий оказался, неожиданно вроде. Потому что он стоит на очень надежном принципе, жажда на живой. А почему он такой оказался хрупкий? Потому что он по идее может стоять на таких смешных ценностях. Совесть, честность, порядок. Коллективизм, самоотверженность я как на завод пришел, я как ультал этих рабочих. Это совсем не те люди, которые нам показывали художественные фильмы. Совсем не те. А когда мы в Чехословакию ходили в 68-м году, столько ненависти было к нам. Понимаете? Вот не знаю. Вот поэтому объясняю, что Горбачев, дурак, сволочь, все испортил. Кстати, Виктор Икать, вы говорите, человек проужать в коняги, это выражение лень. Вот это НЭП, это и есть пробужение. НЭП, в момент накормили страну. В момент. Понимаете? Это инициатива на местах. Помните, отец Свечной, Забовик, Остап Бен, дорогая, копыта организовал. Но в целом, люди пробуждаются. А у нас что было? Кто такие порядки, вот тут хорошие, порядки сейчас говорили. Говори, Захаров. Сейчас скажу. Пять минут закончили. Сейчас. Паряд человек, это приспособление. Это как в фантомах смотрел кино. Жалкость сборища марионеток. А вот такие люди, как Сталин, Ленин, Гитлер, они живут по своим законам. Они умеют убежать, за ними люди идут, потом они свои законы дают. А вы про летарскую диктатуру, я сам на это еще говорю. Ну, понимаете, рабочих очень много. Миллион людей не смогут договориться. Они в одном цеху договорятся за стакада. Они что сделают? Товарищ Захаров, у вас... Они ставят с собой ваку, сейчас начинают ну сапоги лизать. Понимаешь? Спасибо. Пожалуйста. Товарищ Шмелев, пожалуйста. Ладно, скоро от меня отдохнуть. Я делаю перехать, я делаю обуву. Хорошо. Спасибо. Это главное в вашем наступе. Я думаю, все присутствующие в этой аудитории, или по крайней мере большая часть, понимают различия между революционной теорией и революционной пропагандой. Революционная теория, она в первую очередь описывает мир с точки зрения исторического материализма и разрабатывает руководство действий, как его совершенствовать. Пропаганда же, в свою очередь, она воздействует на общественное сознание. И поэтому, если мы рассказываем правду о том, что они эксплуатируемы, они кормят неоплаченным трудом буржуазию, то другие классы общества, интересы которых не совпадают с пролетарскими, на них пропаганда должна произвести специфическим путем. Вот, например, возьмем знаменитый лозунг Ленина «Землю крестьяна». С коммунистической точки зрения это реакционный лозунг. Потому что землю крестьянам, коммунисты все и классики твердили в один голос, что землю необходимо национализировать. Земля должна быть в общественной собственности. А разделить ее поровну между крестьянами это мелкобуржуазный лозунг. Но он был своевременен. Потому что необходимо было, чтобы среднее крестьянство, которое как раз было заинтересовано в земле на свою сторону, поддержало большевиков в решающий момент. Оно было необходимо получить свою поддержку этих эту часть общества. Теперь давайте дальше посмотрим. Возьмем Слободкинскую Конституцию 1993 года, на основе которой писалась Конституция Новороссии, Фондом Рабочей Академии, Конституция Советской России. И где были раскрыты те принципы советской власти, которые не были указаны в Конституции РСФСР 2018 года 24-го года, было написано, что прежде чем заводы, фабрики, депутаты делегируются в Советы, сначала они на структурных единицах предприятия организуют комитеты трудовых коллективов. Также в колхозах комитеты, крестьянских коллективов. Ну это понятно. Но также был отмечен пункт, что для граждан по месту жительства тоже состоится комитет. И то есть граждане по месту жительства также собираются в этот комитет и тоже в Советы делегируют своих представителей. Но если мы посмотрим, граждане по месту жительства это кто у нас будет? Это не пенсионер и бабушка какая-нибудь, которая просто скучно сидит, она решила пойти в Совет. Это в первую очередь проникнет то Совет, проникнет либеральная реакционная интеллигенция и мелкая буржуазия. И теперь становится вопрос так, если мы допускаем мелкую интеллигенцию и реакционную мелкую буржуазию до выборов Совета, как обеспечить большинство рабочих в Советах? Вот главный вопрос ставить, чтобы относительно реакционной класса не заняли там большинство. А очень просто это делается. От заводов диригируется один депутат примерно на 200 человек, от колхозов один на тысячу, а от граждан по месту жительства один на 10 тысяч. И таким образом мы как бы делаем выборы общенародными, но не по избирательным округам, а по принципу той советской власти, которая сформировалась в 18-м году от заводов и фабрик, от структурной единицы предприятий. Но при этом как бы активно не старались участвовать в избирательной жизни классы, не относящиеся к рабочему, они все равно никогда не составят большинство в них. И получится так, что советы как бы общенародные, их можно в хручевском стиле именовать, советы народных депутатов. Да, все классы участвуют. 150 рабочих, 30 колхозников, 15 солдат и 2-3 интеллигента и пара лавочников. Общенародные советы. Но фактически, фактически при такой системе существует диктатура пролетариата. Вот в чем состоит суть. В том, чтобы эти реакционные классы дать им как бы видимость того, что они могут действительно участвовать, они могут действительно повлиять на политическую ситуацию, но фактически отстранить их от власти, чтобы они не смогли реставрировать диктатуру класса капиталистов. Вот я к чему это все клоню. Был, ну, промеркнула мысль о том, что, ну вот, люди ведутся на то, что вот существуют эти разные органы власти, ну, как бы, оставшиеся советские, Малатовский ППСНД, Верховный Совет, ну, все граждан СССР. Да, юридически Советский Союз, как бы, если так, если покопаться там для себя, он не развалился, но фактически мы понимаем, что это государство уничтожено. Советского Союза больше нет, он, ну, был на корне уничтожен, народившийся в водоперестройке финансовой олигархи, крупной буржуазии. Но при этом, когда мы создадим новое государство, совет, новое государство рабочих, по ленинскому принципу, не по тому, который уже в Конституции 1936 года, там, по общеизбирательным округам был сформирован, по ленинскому, от заводов фабрик, сформируем советы, после того, как фактически новое государство рабочих сформирует съезд советов и как органы власти, органы власти закрепиться, то необходимо будет, чтобы на это не последовала реакция, что вот вы переворотчики, вы оккупанты, вы создали какое-то непонятное, ну, непонятное, непонятное политическое формирование, нет, если как публично создать такое мероприятие, чтобы вот как бы этот съезд граждан России, чтобы этот постоянный президиум съезд народных депутатов как бы в торжественной обстановке встретился с этим съездом советов и на весь мир передал ему полномочия, то это окажет колоссальное влияние на сознание тех классов, которые потенциально могли бы выступать против советской власти. Мы дадим им понять, допустим, юридическую пыль была, за что это тот самый Советский Союз, который запустил Гагарина в космос, который победил Гитлера, который выиграл не гражданскую войну, но который осуществлял индустриализацию в годы пятилеток. То есть, есть большая послойка людей, которые ну, марксизм как бы не понимает, но к Советскому Союзу относятся лояльно. И этим надо пользоваться для того, чтобы не получить большую ответную реакцию со стороны непролетарских классов. При этом рабочим да, необходимо объяснять, что это как бы новое государство, что оно фактически не имеет отношения к Советскому Союзу, что оно сформировано с нуля по ленинскому принципу и что оно является непосредственно правдником диктуры политориата, организованной в Советы. наступление закончили, заключите от слова и таранжей. Так, во-первых, всем спасибо за товарищескую критику, за внимание, искренне и прочее, прочее. Значит, я думаю, что мы все в данном случае больших расхождений не имеем, и так-то говорим об одном и том же, даже мы с Иваном Михайловичем, даже несмотря на то, что ему там, как он говорит, не додали пять минут, но он умалчивает, что, что перед, что перед этим мы, представителю рабочей партии, профессору Казенову, так сказать, значит, далее два круга выступить, в том числе с полноценным докладом на пятнадцать минут, поэтому, поэтому, то, что у вас в рабочей партии докторам наук дают приоритет перед кандидатами, это я не виноват, это вы у себя разберите, товарищи. По пятнадцать же минут на выступать? По пятнадцать на первом круге пятнадцать минут все были равны, в том числе товарищ Маленцов выступал пятнадцать минут, я сам следил за хронометром. Это раз, значит, второе, значит, с Карлем Лихнептом мы согласны, или он с нами согласен, так сказать, и он, и мы учимся Маркса, значит, изучать, и пропагандировать, и организовывать, и на последнем, наверное, сейчас гвоздь лежит. Вот в чем, Иван Михайлович, я бы хотел как бы вам посоветовать, вот у вас время от времени проскальзывают нотки, что вот надо, так сказать, уметь ответить, что вы нас боялись там в этом, это неправильно, понимаешь, бояться, там, это когда уж будет открытый бой, можно пугать там кого-то, или себя подбазривать голосом, пока надо, чтобы нас понимали, это важнее сейчас, это не взаимно, а когда пытаешься запугать, что тут, ты смотри, мы в 37-м году не тех расстреляли, но ничего, на ошибках хочется, не об этом речь идет, в чем я абсолютно согласен, это в том, что с одним авангардом победить нельзя, Владимир Вич, от нас, нельзя с одним, поэтому наша задача, вот это искусство, искать союзников, попутчиков, временных, ненадежных, хоть каких-то где-то, вот как это делать, это вот, и еще один момент, значит, относительно молодежи, у них много есть недостатков, и мы их там ругаем, но, вот в данном, на данном отрезке боя, они очень достойны себя показали, провели, значит, в том числе пробиваясь туда, там, ночуя, устраивая блоки, с ними, кстати, находятся три ополченца, которых мы сумели провести из Донбасса, и так далее, и тоже, вот вы говорите, а то они там против режима борются, им надо показать, что такое режим, потому что вот те же сирийцы, те же сирийцы, они очень хорошо относятся к Путину, так вот ситуация сегодня такая, но, когда на них наплевали и притащили вот эту молодежь из Ликуда, сионистской организации, они, так сказать, у них определенный перелом произошел, и здесь они с нашими товарищами вместе проводили вот ту акцию, которая закончилась, значит, встречкой с полицией или где-то, поэтому это тоже политическая работа там идет, а нашего друга, кстати, значит, как его зовут-то, Милан Петкович, это Сев, комсомольский секретарь туда, пролетел, встретили службы ФСБ в аэропорту, так сказать, дали бумагу подписать, что он не хочет сюда, и посадили сразу в самолет, и обратно поехал, и так несколько десятков из молодых ребят, поэтому эта борьба такая вот, ну, ее не покажут где-то чего-то, но те, кто там был, расскажут, и наши комсомольцы в том числе, поэтому они молодцы. Товарищ Дима, закройте двери, чтобы больше не показывалось здесь. Значит, вот приводился пример, значит, Иван Михайлович очень хорошо каждый раз пример ищет, рассказывает о позиции рабочего класса, там, да, как они по государству мыслят или что-то, я тоже вот рассказывал и согласен с ним. Мне, когда прислали на завод, я очень не хотел вообще в цех механическим мастером, по моим расчетам я должен был считать траектории там ракетательных аппаратов, соответствующие системы уравнений решать по охлаждениям двигателей, газ, динамика. Ну, но никогда не жалею то, что вот я в механическом цеху там прошел путь от мастера, от начальника, потому что неправильно считать, что рабочие в те годы там в рот смотрели и так далее. Особенно на хороших производствах, особенно вот где квалифицированные рабочие противники. Это там директор завода начальнику цеха мог в тык пистон поставить, так сказать, и там под стол загнать, а с рабочими шел, за руку здоровался многих знал по имени и отчеству и вот я уже привозил пример мой знакомый слесарь Морозовского порохового завода, едем мы на электричке, 90-й какой-то год, на электричке, а у меня дача садоводства в Морозовке, там бабка оттуда родом, пороховой завод, а он говорит, слушай, у нас директор хамылон, страшный, матерщинник это же будет, но, когда мы с ним в бане встречались, он мне спину тер, а я его парил веником, а теперь, теперь мы с ним больше в одной бане не встретимся, ну, так сказать, ну и совсем заключение, ведь по большому счету, это вот надо уметь нам тоже подчеркивать, мы ведь ведем борьбу за отношения между людьми, не столько там за общественную собственность, там, за управление, это уже как бы производство, производное, а цель-то это отношения между людьми, которые при всех минусах, которые были, они все-таки были в советское время более хорошими, более честными, более там правдивыми, более человечными, за это стоит бороться, поэтому всех поздравляю с наступающими праздниками, значит, приглашается весь народ, все на демонстрацию, которая пока еще неизвестно где будет, вчера был оргкомитет, сегодня еще с КПРФ встречались, написали письмо Чемберлену в лице губернатора, о том, что считаем отказ по шествию на Невском проспекте и митингу на Дворцово, это оскорбление, значит, требуем вступить в переговоры с РМРМ, понедельник срок официальной подачи заявок, они будут поданы снова туда же, как будет развиваться событие, будем сообщать, держите связь, смотреть, 6 числа те организации и партии, которые входят воркомитеты, которые на занятиях здесь присутствуют и прочее, приглашаются на концерт кирамитинг с представлением слова в Дворце культуры железнодорожников, ориентировочно на 17 часов, просьба заказать у Степана Сергеевича вот такие пригласительные билеты, я уже обращался с просьбой у кого знакомые там артисты таланты, еще кто, тоже надо помогать, потому что некоторые значит, не то, что за идею не хотят, а еще и гонорары требуют там, уже есть отклики, тот же хор из коммунара в главе с Константином Константиновичем откликнулся, будет, присутствует и прочее, прочее, поэтому мы должны не только так сказать, газеты, пикеты, споры и учеба, как он, что диринг организуем, но и так сказать, вместе время провождаем, да, и буфет будет, будет Иван Михайлович, буфет работает, так, поэтому спасибо за внимание, всем успехов в борьбе, встречаемся в следующий четверг, тема занятия сокращения рабочего дня как предпосылка к результату свежих коллективных действий, ведет занятие кандидата в медицинских наук Дегтярев Денис Борисович. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Борисович. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Борисович. Денис Борисович. Субтитры создавал DimaTorzok